Добрый день, все начинающие практики, продвинутые практикующие и те, кому серьезно интересна тема магии. Я Александр Гелилах, практикующий маг, преподаватель магии в школе магии SphinxVision. По просьбам учеников и читателей продолжаем серию ответов на вопросы о магии. Сегодня у нас такой замечательный, в свое время волновавший многих практиков, вступавших на путь вопрос «Можно ли научиться магии самостоятельно?». Этот вопрос меня всегда забавлял. Чтобы понять его суть, стоит задать себе другие вопросы. Какому количеству серьезных, сложных дисциплин на достаточном уровне можно научиться самостоятельно? Например, можно ли научиться боевым искусством самостоятельно, даже по хорошим самоучителям и видео? Обычно выйдет плохо и коряво. Можно ли научиться самостоятельно игре на скрипке с нуля? Особенно изначально, если у вас нет ни пальцев, ни ушей. Может быть и да, но трудно. Насколько хорошо можно самостоятельно научиться рисованию по самоучителям, не на уровне рисовать смайлики? Можно ли научиться самостоятельно нейрохирургии? И хотите ли вы пойти к нейрохирургу, который учился самостоятельно? Значит, здесь вопрос даже не о том, можно ли научиться самостоятельно, а стоит ли учиться самостоятельно. Итак, во-первых, это упирается в вопрос, кто вы. Да, мы знаем случаи с людьми, которые самостоятельно построили первый самолет, первое радио, вроде бы их кто-то не учил. Вопрос, такой ли вы человек? То есть, если вы очень талантливы, очень одарены, у вас очень много времени, хорошая информация, и вы готовы честно проводить эксперименты над собой и другими, значит, то, конечно, вы чему-то научитесь. Тут, правда, есть некоторая проблема, что если вы талантливы, то, как и многие испытатели, вы рискуете угробить себя в процессе, но никто не отрицает удачу. Есть люди, которые изначально магией владеют и как-то организуют свои способности. То есть, вот таким людям, конечно, может быть проще, но, опять же, и опасности, подстерегающие их выше. В большинстве случаев хорошо и качественно самостоятельно научиться вам будет весьма сложно, а главное и не нужно. То есть, не нужно изобретать велосипеды самому, потому что к тому моменту, как вы изобретете велосипед, все уже будут летать на космических кораблях. Конечно, если вы живете в таких условиях, что вокруг нет никого, ни одного практика, учиться вообще не у кого, а у вас только информация, вот вы думаете, ждать ли мне учить или попытаться хоть что-то изучить самому, ну, лучше, конечно, изучать самому, чем вообще ничего не делать. То есть, возможности научиться самостоятельно, особенно чему-то на высоком уровне, невысоки. Не говорю, что невозможно, но невысоки. Как раз наиболее важно получить хорошую базу, и почти всегда вам понадобится чья-то помощь на продвинутом уровне. Да, конечно, то есть, там, в 80-е и 90-е многие, раздобывая какие-то пособия, практиковали, получали результаты. Глюки чаще некачественные, но у многих что-то получалось интересное ценой пробы ошибок. Поэтому, в общем, если у вас есть любая возможность не учиться самостоятельно, воспользуйтесь их, нету более драгоценного ресурса, чем время. Ну, подробнее эту тему мы можем рассмотреть в следующих выпусках. Если вы захотите узнать больше, то вам достаточно следить за новостями. Для этого, в общем-то, не обязательно продавать душу, можно просто подписаться на канал. Буду рад вашим вопросам и комментариям. Всего волшебного!